Библия нас предупреждает следующими словами, показывая нам, что на этот мир, который находится в заключительных днях своего существования, грядут суды Божьи. Библия показывает нам о развращенности человечества, в каком оно находилось состоянии, в каком оно было состоянии до потопного мира. И мы видим, что человечество настолько развратилось во времена Ноя, что Господь Бог, как говорится, решил уничтожить человека, потому что их сердца, сердца людей были злыми, и помышления их сердец были злыми даже с самого их детства. Так вот, о чем я хочу говорить в сегодняшнем послании? Я хочу говорить о том, что суд на этот мир грядет. И Господь Бог дает сегодня через Своих служителей множественные послания, которые приготовляет Церковь к Его славному пришествию. Как мы выяснили в предыдущих видео, что в послании евреям еще говорил нам, по всей видимости, апостол Павел, чтобы мы не оставляли своего собрания, то есть своего сбора, чтобы мы не останавливались в своем приготовлении к пришествию Иисуса. А также говорится в одном из посланий апостола Павла, чтобы мы вышли за стан, нося его поругание, готовясь к славному пришествию Иисуса. Конечно же, то слово было напрямую к Иудее, где Павел говорил, что люди должны выйти за стан иудаизма, так скажем, потому что иудеи из закона Моисеева сделали свои собственные традиции, правила, предания и уставы. И не зря Иисус Христос осуждал то поколение за извращение Божьего закона, который был дан исключительно израильскому народу. К сожалению, современные христиане по какой-то непонятной причине считают, что закон Моисея был дан всем народам. Читая христианские дискуссии, находясь в каких-то христианских страницах, посещая те или иные христианские каналы, ты видишь, как верующие ведут дебаты относительно закона Моисея и говорят, что Бог не изменился, Бог не отменял своего закона. И таким образом, всевозможными, а их, поверьте, сотни рычагов по управлению сознанием людей и по манипуляциям с разумами людьми, используются всевозможные рычаги, чтобы церковь Нового Завета соединить с законом, тем самым отсоединить ее от Иисуса Христа. А мы знаем, что тот человек, который надеется на дела закона, остается без благодати. Поэтому, дорогие мои друзья, наблюдая за тем, что происходит в современном христианском мире, я прихожу к выводу, что так как все идет, как снежный ком, так как все разрушается, то есть идет в основном сегодня в практически каждом динаминационном кругу не созидание, а разрушение. То есть деградация идет на лицо. И это один из признаков пришествия Иисуса Христа. Люди чем только не занимаются, практически как это было в одни Ноя. И мы видим, что в одни Ноя ели, пили, гуляли, веселились, женились, выходили замуж и так далее, строили, занимались всевозможными вещами, и сердца их не были развращенные. Они даже не прислушивались к Божьему пророку, который взывал к ним. Но, увы, они приняли свое собственное решение, и они погибли. Сегодня от тебя также зависит, и точнее от твоего выбора, какое примешь решение ты, когда слышишь евангельскую трубу, евангельский призыв примириться с Богом. А ведь сегодня у нас есть послание примирения с Богом. И Голгофский крест Иисуса Христа, его Евангелие является буквально примирением с Богом. Благодаря Иисусу мы примирились с Богом. Раньше мы были противники Бога. Тот закон греха и смерти, которым мы наследуем через наше естественное рождение от своих родителей, действовал в смертных наших телах. Но ныне, когда мы обратились к Иисусу, в нас действует другой закон. И это закон Духа Жизни. Даже не закон Моисея. И не закон греха и смерти. А именно закон Духа Жизни, который находится в Иисусе Христе, освободил меня, как и многих других христиан, от действующего в нас закона греха и смерти. Благодаря этому закону Жизни мы являемся новым творением в Иисусе Христе, нашим Господе и Спасителе. Так вот, точно так же, как спасение людей зависело от их выбора и принятия решения в одни ноя, так и сегодня от твоего принятия решения и от твоего выбора зависит твое, так скажем, будущее местоположение, когда твоя жизнь закончится на этой земле. А ведь Библия нам говорит, что жизнь человека – это пар, который является на малое время, а затем исчезающий. Сегодня ты есть, завтра тебя нет. К сожалению, многие люди, живя в этом мире, заботятся только о том, чтобы думать, что им есть, что им пить и во что им одеваться. Как Иисус говорил, что люди в основном думают об этом, но Он указал на небесных птиц и сказал, посмотрите на них. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, но Отец Небесный питает их. Так же Он говорит, вы лучше многих малых птиц. Отец Небесный будет заботиться и о вас, и о ваших нуждах, подавая вам хлеб насущный на каждый день, как и учил Иисус Христос молиться своих учеников. Верно? Так и есть. И так от принятия нашего решения зависит наше будущее. Наше будущее зависит исключительно от того, во что мы верим и какие решения мы принимаем для своей жизни. И в этом послании я хотел бы, чтобы Христос был принятием твоего решения. Чтобы ты принял решение следовать за Иисусом, выйдя за порочные круги этого мира. В каком бы ты ни был порочном круге этого мира. Но сама система этого мира является порочным кругом. Сама система деноминации является порочным кругом, в которой только лишь происходит разложение и медленная деградация, хотя для начала невидимо физическому глазу, на первый взгляд, или даже духовному глазу. Но так или иначе мы видим разложение мира и деградации. Страны находятся в полувоенном положении. Многие люди в различных странах запуганы средствами массовых информаций о том, что вот-вот начнется чипирование людей, клеймение людей, о том, что вот-вот начнутся ядерные взрывы, начнутся войны, всевозможные слухи о различных болезнях и проблемах в народах. Люди сегодня живут в страхе. А Библия говорит нам, что в страхе есть мучения. Действительно. Один из рычагов по управлению человеческим стадом – это страх. И любое государство, в любая страна использует этот рычаг давления по управлению своим собственным народом. Это страх. Ведь с помощью страха можно управлять государствами и огромными массами людей. Вот почему Иисус всегда предупреждал нас, говоря следующее. «Не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец дать тебе царствие». Страх – это то, что должно быть удалено посредством любви Божьей из нашей жизни, потому что совершенная любовь изливается в сердца наши, и любовь – это победа над страхом. Тебя запугивают еще с детства, да? Тебя запугивали еще с детства. Нас всегда кто-то и чем-то пугает. Для чего? Потому что страх является одним из сильнодействующих манипулятивных средств по управлению над сознанием человечества. К сожалению, когда ты попадаешь в ту или иную систему динаминации, там также используют страх для того, чтобы тебя контролировать, и не только тебя, но твой дом, твою семью, твою жизнь, твои финансы. Вот почему я призываю в своих проповедях выйти за пределы порочного круга и прилепиться к Иисусу Христу. Несмотря на то, что первые дни или месяцы, или может быть годы, ты будешь иметь трудности, но приняв славное решение следовать за Иисусом, ты всегда будешь благословен. Недаром Библия называет настоящих, рожденных свыше, сыновей и дочерей Бога, детьми Авраама. А как вы думаете, старцу Аврааму в свои преклонные лета, как это было для него сделать для себя правильное решение, послушать голоса Божьего и на старости лет выйти из Ура Халдейского в ту землю, которую он, по сути, не знал. Он должен был собрать все и пойти. Он пошел в землю, он искал этот город, которого создателем является Бог. Но мы знаем, что пока Авраам находился в поисках, к нему пришел сам царь этого города, царь Салима. И пришел он к нему не в Урхалдейский, не в порочный круг Халдея и устоявшихся с традицией и мировоззрением Халдея. Но Бог пришел, Милхиседек пришел к Аврааму именно за пределами Халдея, в пустынном месте, где Авраам сидел у Дубравы, Мамры, и к нему пришел туда Господь. Мы видим, что Милхиседек приходил к Аврааму после поражения царей. Некоторые думают, что Милхиседек это был какой-то там неизвестный человек, но я верю всем своим сердцем, что Милхиседек это был сам Господь, который являлся Аврааму. Недаром говорится, что он не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Кто у нас безначально? Кто у нас от начала сущий Яесым, как не Господь Бог, пришедший в виде первосвященника и преломил с Авраамом хлеб и вино? Вкусил с ним пищу. Это замечательно. Это идеальный пример для каждого из нас, когда мы верой в Божье Слово, верой в Голговскую жертву Господа нашего Иисуса, поражаем всякого врага, подобно Аврааму, поражаем врага в нашей жизни мечом Божьего Слова. Поверь, если ты выйдешь за порочные круги системы динаминации, тебя посетит Милхиседек. Верно. И Иисус является нашим Милхиседеком. Иисус обещал, говоря следующее, что я явлюсь к Нему, к тому, кто будет веровать в Него. Я явлюсь и вечерю с Ним сотворю. Вечерить буду. Буду преломлять хлеб. Другими словами, я дам тебе откровения живые. Я из хлеб, как он говорит, живой, шедший с небес, едущий меня, жить будет вовек, не умрет. Но верующий в Него перешел из смерти в жизнь. Не перейдет, а перешел в настоящем времени. Не будет иметь жизнь вечную, а имеет жизнь вечную. Это величайшее, грандиозное откровение от Господа нашего Иисуса Христа. Он обещал прийти и сотворить обитель. В тебе. Ты его обитель. Ты храм живого Бога сегодня. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И они, то есть мой народ, будет моим храмом. Аминь. Я буду в них, а вы будете во мне. Это откровение от Иисуса Христа. Он говорил, Отец, как я в тебе пребываю, и ты во мне пребываешь, и они да пребудут едины. И сегодня у нас единство с Богом через Иисуса Христа, который является единственным нашим посредникам, учителям, ходатаем, защитникам и самым лучшим другом в этом мире, который обещал не оставлю тебя и не покину тебя. Но пребуду с тобой во все дни твоей жизни. Если ты будешь хранить это слово в сердце своем, ты будешь являться победителем, будешь выходить в победе из любого искушения, испытания, которое не стояло бы перед лицом твоим и на твоем пути. Ведь обетование Божье говорит, вы будете наступать на всю вражью силу, попирать будешь, как говорится, даже льва и дракона. А я думаю, это имеет духовный смысл. Не просто льва в виде животного или дракона какого-то, но это демонические сущности. Апостол Павел говорил, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А ты, говорит, обетование, будешь попирать льва. А дракон, это древний змея, дьявол. Ты будешь наступать на всю вражью силу. Попирать будешь льва, рыкающего дьявола. Наступать будешь на горло дракону, древнему змею. И наступать оружием Божьим. Вот почему апостол Павел говорит следующие слова для нас, чтобы мы всегда были в готовности и наши ноги, чтобы были обутые в готовности благовествовать Божье Царство. Чтобы мы взяли шлем спасения, щит и шлем, аллилуйя, и меч, который есть Слово Божье. Аминь. И щит, которым вы сможете отражать все раскаленные стрелы лукавого. Сегодня ты, как воин Иисуса Христа, имеешь облачение, великое обмундирование из Божьих обетований, как сильный воин Иисуса, снаряженный великим оружием против врага. Вот почему говорится в Писании, что даже никакое злое слово, никакой злой язык, и тот, кто даже будет состязаться с тобой в суде, того ты обвинишь. Это даже было в Ветхом Завете обетованием для израильского народа. Но не устоит перед тобой ничто и никто. Ни один враг. Точно так же, как Иисус побеждал дьявола, который искушал его в пустыне, а побеждал его Иисус через Божье Слово, произнося его вслух, так и сегодня через Божье Слово перед тобой должен быть сокрушен дьявол перед величием Иисуса, который живет и находится в твоем сердце. Ты должен осознать, что ты являешься храмом великого Бога. Тот же самый Бог, который вначале сказал, да будет свет, он поселяется внутри тебя через крещение Духом Святым. Тот же, который сказал, да будет свет, тот же, который создал луну, звезды, солнце, всех птиц и зверей полевых, моря и океаны, и все воинства небесные, и всех ангелов, тот же Бог поселяется в тебе, и частица Его Духа живет в тебе через новое рождение. Если это станет откровением для нас, мы будем более и более зрелой непобедимой армией во Христе Иисусе. Осознавая, что мы живем в последнее время, как это было во дне Ноя, они не слушали Ноя, они не слушали Божьего послания, и они были осуждены. И сегодня наше послание, которое мы несем, это послание примирения с Богом через Иисуса Христа. Мы должны, как воины Божьи, сегодня стоять на готове, не терять свою бдительность, не засыпать, не спать, бодрствовать и трезвиться, как однажды сказал Иисус своим ученикам, трезвитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение, плод не мощная, но дух бодрый. И дух должен гореть внутри тебя. Написано в Писании, духа не угошайте. Не угошайте духа святого, которого вы приняли год назад, два назад, три, десять, двадцать лет назад. Пусть ни одна система динаминации, ни один человек, ни один антихрист не заглушит в тебе святого духа, не подвергайся игру рабства, потому что все эти порочные круги систем динаминации, они заточены дьяволом на то, чтобы угошать в тебе святого духа и не давать тебе возрастать в славе и в познании Господа нашего Иисуса. Ведь цель Евангелия, цель послания Божьего, раскрыть тебя, как сына и дочь Божью, в полноте Божьего духа, со словом Божьим на устах, делая тебя сильным воином Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Я хочу, чтобы это послание дало тебе сегодня поддержку и укрепление. Не смотри на людей, они будут пускать против тебя стрелы, они будут вонзать тебе стрелы в спину, но ты должен вставать, потому что сила Евангелия способна тебя поднимать. Помню, когда я еще был новообращенным христианином и совсем немного в вере, Святой Дух проговорил через мое сердце, через слова, которые были сказаны об Иосифе, я до сих пор эти слова помню, Иосиф, отрасль плодоносного дерева, стреляли в него и враждовали на него стрельцы, но твердо остался лук его и крепко мышца его, по-моему, от мощного Бога Израилева. Но я до сих пор помню, Бог проговорил мне, указывая на этот стих, «Я поведу тебя этим путем», путем Иосифа. Это было мне сказано почти 20 лет назад, но я до сих пор помню, как Бог показал мне этот стих из Писания и проговорил конкретно в мое сердце. А вы знаете, когда Бог говорит в сердце, это отпечаток в сердце остается на всю жизнь. И я до сих пор помню это слово. «Я поведу тебя этим путем», путем Иосифа. И оглядываясь назад на весь свой прошлый опыт, я сегодня оказался в таком же положении, как Иосиф. Выйдя за все порочные круги, меня выдавили практически, практически, то я и вообще как бы этим и не интересуюсь, нужен я там кому-то или нет. Но когда на Иосифе, посмотрите, как на нем братья рвали эти разноцветные одежды, что является образом напомазания Божья. Как они ему завидовали, как они его продали, как они его выкинули в Египет. Но благодаря дару и призванию, которое было в Иосифе, Египет не вымер с голоду, и братья, пришедшие в Египет, не вымерли с голоду. Аминь. Вся жизнь и служение Иосифа было отображением жизни Иисуса. Или вы не знаете, что каждый рожденный свыше, он является прообразом, его жизнь такая же, как жизнь Иосифа, потому что Иисус, Иисус отображался в жизни Иосифа. Как братья продали Иосифа, так и Иисуса предали, по сути, братья, израильский народ. Говорится, пришел к своим, но свои его не приняли. Да, 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 дорогие мои друзья, обратите внимание, вспомните, как жил Иосиф. И пускай жизнь Иосифа будет для вас поддержкой, пускай жизнь, которую вы видите в Иосифе, и преданность, которая была в Иосифе для Бога, пусть она будет в вашем сердце. Бог взбадривает даже меня, напоминая мне это обетование, я вспомнил его только сейчас. Видите, оно навсегда остается в сердце. Я поведу тебя этим путем. И я верю всем сердцем, что невеста Иисуса Христа пойдет именно этим путем, путем Иосифа, и останется верной Богу, где бы она ни была, хоть в темнице, хоть в чужой стране, хоть без церкви, без братства, без поддержки, Бог будет твоей великой поддержкой, если ты будешь хранить его обетование в своем сердце, в своей жизни. Аминь. И это замечательное откровение. Итак, мы видим, что эти последние дни будут наподобие Содома и Гаморры и наподобие Дней Ноя. Сегодня мы должны быть готовы, готовы для того, чтобы в любой день быть наедине с Господом, и чтобы мы были готовы в любой день взятыми на облаках для встречи с Ним. Мы видим, в какое состояние приходит этот мир. Мы видим, как народы приходят в волнение. Мы видим, как многие церкви начинают деградировать. Кстати, я вижу, как Бог начинает движение и проявление сыновей Божьих именно за пределами порочных кругов системы динаминации. Один там сын, одна там дочь, другой там. Мне звонят десятки людей, пишут десятки людей. Я вижу, как у сыновей, дочерей Божьих по всему миру открываются глаза. Это самое лучшее. Открываются глаза. На тот обман, который царит в мире, царит в церковных динаминациях. Люди прозревают, выходят за пределы своих ложных динаминационных кругов и начинают видеть Иисуса. В их жизнь приходит настоящее откровение от Бога. Аминь. И это прекрасно. Мое сердце радуется от того, когда я вижу, что дети Божьи ходят в истине. Аминь. О, мое сердце просто восхищается от этого, когда я вижу сыновей и дочерей Божьих в славе Божьей. А также мое сердце огорчается. И иногда я выхожу из себя, видя, как детей Божьих сегодня обманывают, как им лутгут, как им навязывают чуждые ценности, которые чуждые для настоящего заново рожденного христианина. И много вижу пораженных детей Божьих, много вижу угнетенных детей Божьих. Но после того, как они сталкиваются с живым, настоящим евангельским словом, они оживают. Просто они воскресают. Потому что в динаминационной системе они лежат как я не знаю, как под капельницей. Они лежат как полумертвые. Но как только Христос приходит в их жизнь с истинным словом откровения, говорит, встань, сын мой, дочь моя. И просто это чудо, когда ты видишь, как христианин встает, выходит из динаминационного рабства и начинает ходить путями Иисуса Христа. Это превосходно, дорогие мои. Вы не представляете, насколько это чудесно жить, не зависеть от человеческих мнений. Ведь вы знаете, Библия говорит, что страх перед людьми ставит сеть. Это капкан. Когда ты думаешь, что о тебе скажут люди, когда ты озабочен только тем, что они про тебя подумают или будут говорить за твоей спиной, это капкан, это препятствует твоим отношениям с Богом. Никогда не думай, что про тебя будут говорить люди, но думай, что о тебе думает Бог. А все, что он о тебе думает, он выразил уже в Евангелии. Я искупил тебя, я освободил тебя, я родил тебя словом, аллилуйя, я восстановил тебя, я вселяюсь в тебе, Бог говорит, я буду ходить в тебе. Ты будешь моим сыном или моей дочерью, ты будешь моим народом. Аминь. И Бог сегодня делает церковь славной, без порока, без пятна, очищая ее Божьим словом, не заквасками, не деноминациями. Вот почему сегодня мы должны оказаться доброй почвой, доброй почвой, как показал нам Иисус Христос в своем рассказе. Добрая почва, приносящая плоды во сто крат, добрая почва, аминь, которая собрана во Христе, является его почвой, которую наполняет Дух Святой. Эти живительные воды Духа Святого наполняют твое сердце настолько, что из чрева твоего, как говорит Иисус, потекут реки воды живой. И это замечательные слова о пробуждении в церкви Господа Иисуса, когда из твоего чрева текут реки воды живой, реки его добродетелей, реки его славы, реки его терпения, благочестия, братолюбия, воздержания, реки его терпения, реки его милосердия, надежды, его любви. Это говорит о твоем отождествлении с Иисусом. И сегодня послание Божье, которое говорит в твое сердце, направлено на то, чтобы всковырнуть его, аминь, вытащить оттуда все сорняки, которые находятся, и оживить, оживить, оживить тебя. Аллилуйя. Я хочу, чтобы ты сегодня вспомнил, что ты настоящий сын царя великого, сын и дочь Божья, рожденный от Духа Святого, который перешел из смерти в жизнь, аминь, который может наступать на голову дракона, попирая льва, наступая на всю вражью силу, аминь, через Божье обетование, Божье откровение. Аллилуйя. Пусть откровение посещает сегодня твое сердце. Откровение Иисуса. И не только нужно знать Иисуса лично, это одно из замечательных откровений, это одно из замечательных принципов, когда ты знаешь Иисуса лично. Но я также хотел бы, чтобы ты знал не только Иисуса лично, но и знал то, кем являешься ты в Иисусе. Ведь сегодня многие люди знают Иисуса, знают о Иисусе, читают про Иисуса, но они не видят, кто же они в Иисусе. И поэтому не могут применять силу Божью, поэтому не могут применять обетование для своей жизни. Но если ты поймешь, что ты сын и дочь, как говорит Писание, что Дух, Его, Дух Божий, свидетельствуют Духу нашему, что мы сыны Божьи. И это прекрасно, когда тебе сам Святой Дух свидетельствует и показывает тебе, что ты Его сын, ты Его дочь. Это придает твоей вере твердость, непоколебимость. Это взращивает тебя как победителя во Христе Иисусе. И такой сегодня будет церковь Иисуса, состоящая из живых членов тела Иисуса. Не из членов организации, но из членов живого организма Господа нашего Иисуса, где каждый управляется и находится под одним главенством, а именно под главенством Иисуса Христа, который является главою своей церкви, управляя каждым членом тела своего, индивидуально взращивая через поставленные служения, пока все мы не возрастем в облик совершенного человека в полную меру возраста Иисуса Христа. Такова должна быть цель и кульминация нашей христианской жизни. Недаром пророчествовал апостол Павел говоря следующее, что все творение ожидает проявления Сына Божьего. Так, дорогие друзья, нам дано сегодня все для жизни, святости, победы и благочестия, чтобы мы были проявлением истинных сыновей и дочерей Божьих. Дорогие друзья, давайте готовиться к пришествию Господа, давайте забывать заднее, прошлое, как говорил апостол, стремясь к высшему званию во Христе Иисусе. А для нас нет выше звания, чем не просто называться, но быть детьми Божьими. Как говорится, во Христа крестившиеся, во Христа и облеклись. У меня на этом все, до следующих встреч, мужайтесь, Иисус победил мир, у вас есть цель, и вы должны в нее попасть, и ваша цель это Христос, это Его Царство, пусть Он царствует в вашей жизни. До следующих встреч, Аминь. 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 Аминь.